Hello, my dear kids! Nice to see you again! My name is Anna. How are you today? Let's start our English lesson! Итак, сегодня последний урок у нас на чтение. Заключительная часть. Goldilocks and the free bears, да? И еще почитаем Spotlight in their вкладочку нашу. Spotlight on the USA. Английский в фокусе в США. So, let's start! Ну что ж, начинаем! Baby у нас продолжает, да? Помните, чем закончилась прошлая серия. Вся семья медведей заметила, что в доме что-то не так, и они все поднялись в спальню, да? И малыш начинает. Who's this? Who's this in my nice bed? Repeat after me. Who's this? Кто это? Кто это в моей хорошей кроватке? Narrator, автор продолжает. Then Goldilocks her slippy head. Затем Goldilocks подняла свою сонную голову. Goldilocks, oh no! Oh, нет! She says. Она сказала. I'm very sorry. But please don't cry. Please don't cry. Come to my house. Come with me. Пойдемте ко мне в дом. Пойдемте со мной. Мы можем покушать немного тортика и попить немного чая. Автор. So Goldilocks and her three new friends are very happy in the end. So Goldilocks, обидеть. Итак, Goldilocks и ее три новых друга очень счастливы в конце. Вот такая концовка у нас в нашей истории. Goldilocks за все извинилась и пригласила медведя к себе в гости. И все были счастливы, да? И в окончании замечательная песенка. Let's read it. Good, давайте переведем. Итак, наша маленькая история напоминает нам каждый день Всегда просить извинения, да? Say we are sorry. Попросить прощения, когда мы делаем ошибки. We all need friends. We need to care. We all need friends. We need to share. Мы все нуждаемся в друзьях. Мы все нуждаемся в заботе. Мы все нуждаемся в друзьях. Мы нуждаемся в share. Это делиться друг с другом, да? В том, чтобы делились всему. Now everybody is happy. Let's sing a happy tune. Goodbye, everybody. We hope we see you soon. Сейчас все счастливы. Давайте петь счастливую мелодию. Пока всем. Всем пока. Мы надеемся, что увидим вас скоро. Вот на этой замечательной песенке и заканчивается история, которую сопровождал нас весь учебный год, да? Златовласка и три медведя. Окей. Activities. Давайте сделаем небольшое упражнение. Who says these words? Догадайтесь, кто произнес эти слова. Come with me. It's very easy. Who? Goldilocks, of course. Come with me. Она же пригласила медведя к себе. Who's this? Who's this? Who says? This is baby bear. Малыш медвежонок стал спрашивать. Then Goldilocks lifts her sleepy head. А затем Goldilocks подняла свою спящую головку. Кто это говорил? Вспомните, посмотрите на текст. Эти слова сказал автор-то narrator. Запомните это слово narrator. I'm very sorry. Who says? Goldilocks. Извинилась. Да, я очень сожалею. Это Goldilocks сказала. Окей. Number two. Copy the invitation and complete it. Скопируй приглашение и дополни его. Смотрите, это письменное приглашение. Да, Goldilocks приглашает медведей к себе в гости. И она пишет первое. Кому он обращается? To the three bears. Да, потом ставится запятая. Please come to my... Что мы вставим туда? Приходите, пожалуйста, ко мне house. Yes, of course. Come to my house. We can eat some... We can eat some cakes and drink some tea. Love, Goldilocks. Да, вот такое письменное приглашение она написала для медведей. Ага. And number three. Talk with your friends. Поговори со своим другом. What lesson does the tale teach? Какому уроку учит тебя сказка? Как можно? Мне кажется, ответ есть вот в песне, да, найти. Вот припев этой песенки, наверное, и будет главной мыслью, да, этой сказки. We all need friends. We need to care. We all need friends. We need to share. Да? А еще, наверное, главная мысль. Always say we are sorry when we make mistakes. Если мы ошибаемся, то нужно всегда извиниться. Окей, нам быть... Why do we need friends? Почему нам нужны друзья? We all need to care. Да, потому что мы все нуждаемся в любви, заботе, да. We need to share. Тоже вся эта мысль у нас в песенке есть. What is your friend like? Какой твой друг? Да, здесь вам нужно описать своего друга, допустим. Мой друг добрый, да, вспоминайте прилагательный, который мы не так давно изучали. Или он сильный, или он заботливый, да, или, может быть, он у вас такой скромный, стеснительный. Чтобы нам описать человека, нам обязательно нужны прилагательные. Иначе как? Это сложно сделать, да, потому что прилагательные у нас... И как раз и отвечают на вопрос, какой, какой он человек. He is kind, или... He is very strong. She is good. She is shy. Или my friend is very clever. Окей, good. Идем дальше. Английский в фокусе в США. Florida fun. Веселье во Флориде. Read and match the captions to the pictures. Читай и соотнеси заголовки к картинкам. На самом деле это такой рекламный буклет, да, где описывается Флорида и что там можно делать на каникулах. Давайте разберем информацию, которая написана на самом буклете. Want to have some fun. Хочешь веселье? Need to relax and have a rest. Need. Relax – это отдых, и have a rest тоже отдых. Тебе нужен отдых и... Ну, хотя relax мы можем еще перевести как расслабление. Нужно расслабление и отдых. Looking for an exciting holiday. Ищешь захватывающие каникулы? Come to Florida. We've got it all. Come to Florida. Приезжай во Флориду. У нас все это есть. И дальше по пунктам. Что там есть? Sunny sandy beaches. И первая картинка уже показывает. Sunny sandy beaches. Солнечные песчаные пляжи. Sand – это песок, песчаные пляжи. The world's greatest fun park. Самый лучший, the greatest, самый великолепный в мире парк развлечений. Interesting wildlife. Интересная, дикая жизнь. Water sports for all the family. Водные спорты для всей семьи. Итак, number two. Picture number two. Что это? Picture number two. Water sports for all the family. Good. Picture number three. Look, it's a whale or it's a dolphin. Maybe it's a whale. Interesting wildlife. Можно понырять и увидеть интересный мир дикой природы. And picture number four. The world's greatest fun park. Самый великолепный парк развлечений. И последний, number five. Where do people go on holiday in your country? Вам нужно ответить на вопрос, куда же люди ездят на каникулы в вашей стране. What can they see and do there? Что они там могут увидеть и делать? Talk with your friend. Поговори со своим другом. Ну, например, у нас есть замечательное the black sea, черное море. И допустим сказать, что in Russia people can go on holiday to the black sea. Дальше, что они там могут делать? They can relax. Или they can have a rest. Вы можете прям выражение отсюда брать и опираться. Потому что это тоже морское побережье. They can have a rest. They can lie in the sunny-sand-beaches. Вспоминайте всю лексику, связанную с любыми активностями, да? В выходные, во время каникул и так далее. Окей. Ну что ж, я по вас поздравляю. Это был последний урок. Еще раз говорю вам, что вы большие-большие молодцы. Вы проделали огромный путь. Я вас с этим поздравляю и желаю вам великолепных летних каникул. Have great summer holidays. See you next year. Bye.